ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин С 1 марка следующего года вступят в силу поправки в законодательство, наделяющее Госавтоинспекцию правом доступа к медицинским данным граждан. Это позволит ГИБДД выявлять водителей с заболеваниями, при наличии которых управлять автомобилем запрещено. Их будут лишать прав, но не сразу. На то, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование, подозрительным шоферам будет даваться два месяца. ТРАССА СТО ОДИН Хавейл Джолиан теперь доступен для покупки в рамках программы льготного автокредитования. Кроссовер стоимостью от 1 миллиона 900 тысяч рублей выпускается в Туле. Как пояснили в Минпромторге, ранее автомобили из Поднебесной не попадали в программу, потому что не производились в России, либо уровень их локализации был недостаточным. Ведомство напоминает, льготные автокредиты распространяются на авто отечественной сборки стоимостью до 2 миллионов рублей. Размер скидки для большинства регионов может достигать 20%. Действие программы закончится 1 декабря. ТРАССА СТО ОДИН В России начала работу еще одна китайская автомобильная марка Skywell. На первых порах компания будет представлена электрическим кроссовером ИТ-5 стоимостью 4,5, либо 5 миллионов рублей. Это зависит от комплектации. Машина оснащена двигателем мощностью 204 лошадиные силы. Запас хода до 500 километров. Аккумуляторную батарею с помощью специальной станции можно зарядить до 80% за полчаса. Среди опций панорамная крыша, система автономного вождения, лазерные фары. ТРАССА СТО ОДИН Еще один российский автовладелец доказал в суде свою правоту в споре с автосалоном. Житель Санкт-Петербурга приобретал новый автомобиль в 2018 году. Практически сразу после покупки у машины начались проблемы с двигателем. Они не исчезали, несмотря на многочисленные ремонты. Мужчина в итоге решил сдать авто и вернуть деньги. Дилер стал упираться. Сговорчивым его сделал только суд. По его решению истец получил компенсацию в 11 с лишним миллионов рублей. ТРАССА СТО ОДИН И число автомобилистов в России, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют свои машины, за последнее время выросло в полтора раза. Также, по данным агентства «Автостат», увеличился спрос на услуги так называемых «гаражных мастеров». А вот к официальным дилерам по тем или иным причинам наши соотечественники стали обращаться реже. В настоящее время только около четверти автовладельцев после истечения гарантии на авто собираются обслуживаться у официалов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН